ну смотри ты же вот допустим уже в 10 лет уже знал да что ты будешь нет я еще не знал я сказал я знал в 13 лет в 13 да уже определился когда я снимался в фильме ну как это ты уже снимался я снимался в фильме да да и уже не в одном а уже там в двух я не могу сказать что я определился все равно же 13 человек думает а может я тем что она может потому что дорога открытся все дороги ты же понимал что у тебя что-то получается как бы что у меня такого ощущения что получается очень редкое ощущение оно как-то такое не очень правильно потому что когда ты так думаешь а хорошо сыграл на самом деле это ой обманчиво потому что зрители увидел вот если у тебя такое ощущение зрители на сцену самодовольного дурака не обязательно как а ты будешь устраиваешь разборы полетов допустим вот когда я режиссер с артистами конечно устраиваю первые нет а вот когда ты на сцене допустим материал отсняли ты потом а ты можешь ввиду кино нет но не обязательно кино даже вот ваши там выступления в в рамках вот нет это театр и кино суть разные вещи театр это живое дело чего отсматривать а почему не пойми она может потом плохо выглядит на экране но зато в зале в это время была преминальная атмосфера или наоборот это будет плохо очень хорошо вывет на экране на самом деле и ты смех будет подложен во время и все на самом деле все сидели и грустили не политкорректно но без злого умысла иронично но без сарказма пристрастно но по-честному правда 24 и евгений додолев с понедельника по четверг в 19 30 на телеканале москва 24 я признаюсь честно что миша ефремов мне всегда был симпатичен я не разделял и не конечно его установок и его оценок как политического характера так и кстати взглядов на кино и театр ну я просто помню его давно с 80-х когда у него был такой бурный обсуждаемый в тусовке роман с наталья негодой секси ул советского кинематографа это два таких в общем было балбеса в хорошем смысле которые не могли не вызывать симпатию не было тогда светской хроники слава вову а может быть и слава демоном вот поэтому про это народ не он не знал но близкий круг обсуждал достаточно подробно и тщательно но песни не об этом про мишу вот мне кажется достаточно привести одну деталь для того чтобы было понятно откуда ноги растут ближайшей подругой его мамы которым был предан и который любил было ли ахиджакова я считаю что это многое объясняет вот а так-то миша хороший ну вот честное слово случилось конечно с ним беда не первая кстати в жизни но действительно с трагическими последствиями но это не меняет моего отношения к нему как человеку человеку хорошему но не путем а за многое вообще по жизни стыдно да жизнь вообще вся состоит из греха и стыда золотые слова никто так вот не признается в этом я очень ценю что когда люди действительно мы совершаем ошибки постоянно все какие-то не то что ошибки я не назову это ошибкой какое-то течение стечение обстоятельств может быть может и ошибки совершаем не знаю но это но это жизнь я я бы не делил ее на хорошее плохое потому что как говорили отцы афонские обалдеете кого в раю встретить не знал просто существует такое общее место вот если бы суждено было прожить я бы не изменил бы ни дня вот вот это люди я пока да я думаю да да не но я изменял бы какие пошли бы михаил с моим теперешним опытом после армейским да да я даже полтора года когда служил я помню иду куда-то я ну ребят я даже не помню куда и такое лето что ли не лето как хорош погода мне хорошее настроение на хрена мне отсюда вот я вообще здесь ничего не делаю в принципе живу на всем готовом да еще командую чем-то чем-то на хрена мне было такая была такая мысль в армии на первые полгода скажите вообще в принципе когда-нибудь предлагали те роли которые ты чувствовал что это не твое но ты вписывался в них из-за денег допустим или из-за возможности сняться у хорошего режиссера да ну скажем так из-за денег вписываешься во все я к тому что конечно иногда вот мне хотелось всегда сыграть такого брутального такого но это не мое совершенно я все-таки шпентик как бы с детства ну всегда стоял в конце класса так ну вот по росту я вошел у тебя же у тебя или ты в школьникам был когда школьник я как бы вот ну ну какой у тебя рост кстати 175 у меня и рост немаленький да может быть сейчас уже 174 потому что с ярмарки еду но вот момент того что может быть я какой-то невыдержанный какой-то раз расхристанный разве ну не без этого да поэтому мне не удается но это бы хотелось такого сурового с малым движением не политкорректно но без злого умысла иронично но без сарказма пристрастно но по-честному правда 24 и евгений додолев с понедельника по четверг в 19 30 на телеканале москва 24